МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На пожарах погибло уже 8 человек. 36 человек пострадало, из них один ребенок. 190 человек удалось спасти и эвакуировать из опасных зон. Далее подробности о происшествиях ушедшей недели. Минск чрезвычайник. Началась неделя в столице без происшествий. В понедельник серьезных пожаров в МЧС не зафиксировано. А вот вторник открыл череду загораний легковых автомобилей на этой неделе. Вечером на проезжей части по улице Бядули в результате короткого замыкания загорелся легковой автомобиль Ситроэн Ксара 2003 года выпуска. В результате загорания был поврежден моторный отсек и закопчен салон автомобиля. В середине недели также выдалось без серьезных происшествий лишь несколько случаев загорания мусора и пищи на плите. А вот ночью со среды на четверг неизвестные распылили огнетушащий порошок из огнетушителя в открытое окно квартиры на первом этаже по улице Казинца. Резкий запах всерьез испугал жильцов. Сообщение о неизвестном порошке, который был принят за отравляющий, поступило на 101 почти в 3 часа ночи. Оперативно прибывшие на место ЧП работники МЧС обследовали квартиру на наличие вредных веществ. К счастью, все закончилось благополучно и никто не пострадал. Минск чрезвычайный. В пятницу на ходу загорелись мусоровоз и легковой автомобиль. Мусоровоз ЗИЛ, принадлежащий Римавтодору Октябрьского района, загорелся напротив дома номер 9 по улице Кижеватого. И если на прошлой неделе я рассказывал про то, как в подобном грузовике горел сам мусор, то в этот раз пламя вспыхнуло под капотом автомобиля. Чуть позже полыхнула и легковушка Вольво 440 1993 года выпуска. Произошло это на партизанском проспекте напротив дома номер 77. В обоих случаях загорание было в моторном отсеке и предполагаемая причина – короткое замыкание. Еще один пожар случился в ночь с пятницы на субботу на улице Воропаевской. Из заброшенной неустановленным лицом петарды произошло возгорание строительной бытовки на территории частного домовладения. Огнем были повреждены утеплители, деревянная обшивка. К счастью, обошлось без пострадавших. Минск чрезвычайный. Рано утром в субботу еще один автомобиль стал жертвой короткого замыкания. На этот раз загорелся и был поврежден моторный отсек автомобиля Citroën C5 2001 года выпуска. Загорание произошло на парковке на проспекте Любимого. В салон огонь удалось не пустить. Пострадавших нет. А вечером того же дня на Никифорова горел Ford Focus 2001 года выпуска. И хотя пожар удалось оперативно потушить, автомобиль поврежден практически полностью. Не повезло и хозяевам машин, которые припарковали своих железных коней в этот день рядом с горящей машиной. Им придется перекрашивать свои автомобили. В ночь с субботы на воскресенье на 101 от жильцов соседних домов стали поступать сообщения о пожаре в частном доме по улице Гагарина. Когда спасатели приехали к месту, дом уже вовсю полыхал. Внутри без сознания был обнаружен и спасен 49-летний хозяин домовладения. С отравлением продуктами горения бригадой скорой помощи он был госпитализирован в больницу. Спасенный в квартире проживал один и, со слов соседей, злоупотреблял спиртными напитками и курил. К сожалению, автономными пожарными извещателями квартира была не оборудована. Спустя сутки от врачей скорой стало известно, что мужчина, к сожалению, от полученных травм скончался. В субботу больше происшествий не было и радует то, что воскресенье тоже оказалось спокойным днем. Ну что ж, а на сегодня, пожалуй, это все. Учитесь на чужих ошибках, берегите себя и своих близких. С вами был Виталий Димбовский. Пока. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.